День Победы День Победы День Победы Акция «Бессмертный полк» стала поистине объединяющей. Миллионы людей по всей стране несут портреты родных и близких, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В Богучанах эта акция тоже стала массовой. По некоторым подсчетам, участие в шествии принимали более шести сотен человек. Вот они, кто в годы войны защищал родину от врага, ковал оружие победы на заводах, растил хлеб. Они должны пройти победным строем. Слава героям Великой Победы! За них «Бессмертный полк» нам встать! Бессмертный полк! Бессмертный полк! Сквозь время память пронесем! Бессмертный полк! Бессмертный полк! А сколько ли здесь имен? В колонии «Бессмертного полка» мог пройти любой желающий, как самостоятельно, так и со своей организацией. Среди организаций можно было увидеть администрацию района и управление образования, связь и автотранспортное предприятие, предприятие жилищно-коммунального хозяйства и многих других. Знаменем бессмертного полка! Район сквозь время города и страны! Пусть след войны своей смертельной радой для всех уроков станет на века! Сразу после шествия открылся митинг памяти. «Это тебе салютует страна! Водак уходивший, тонувший, горевший, простой и великий советский солдат!» Глава района напомнил о том, что война кослась каждого человека в нашей стране, и каждый человек был по-своему сопричастен великому делу победы. «Каждый из нас горд за нашу страну, победившую фашизм, за солдат, которые воевали на полях сражений, за всех, кто ковал победу в тылу и выковал ее. Все мы знаем, кому обязан мир спасенный в сегодняшней свободной жизни. Мы склоняем головы перед павшими, перед теми, кто не дожил до сегодняшнего дня. Мы чествуем ветеранов, чествуем героев». С Днем Победы всех пришедших на митинг поздравила председатель районного совета депутатов Татьяна Брюханова. «Мы помним великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Их подвиг бессмертен. Мы преклоняемся перед их памятью. Мы чтим ныне живущих. С Днем Великой Победы поздравляю вас, дорогие ветераны, жители блокадного Ленинграда, узники канцлагерей, вдовы войны, дети войны, друженики тыла, жители Багучан и Багучанского района». Память всех тех, кто не вернулся с войны и всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, почтили минутой молчания. ПОДПИШИСЬ! 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 Победы и митинги. Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2017 года. Наше село присоединяется к городам и селам. Парад Победы и торжественный митинг закончились. Сейчас все люди расходятся по тематическим площадкам, которые расположены в сквере Победы возле здания районной администрации. Холодная погода не остановила богучанцев. Они с удовольствием отправились в сквер Победы, где атмосфера праздника чувствовалась вдвойне. За солдатской кашей выставилась огромная очередь. Все хотят успеть попробовать эту вкусную, горячую, настоящую солдатскую кашу. Да, вкусно? Да. Нормальная каша, хорошо сварена, качественная. Я не влюблюсь! Почему все выстраиваются за ней в очередь, чтобы ее попробовать? Ну так попробовать, как тогда, в те времена ее кушали. Хочешь попробовать? Хочу. Девушкам закусишь? О, можно? Теперь прям как тогда, в те времена. Зашифровать самое настоящее послание можно было на одной из площадок сквера. Работники Богучанского краеведческого музея проводили уроки обучения шифровальному делу, где каждый мог попробовать себя в роли шифровальщика. У нас здесь штаб, в котором расположена шифровальная площадка. Все мы знаем, что военные сведения зачастую зашифровывались. И вот наши девушки решили сегодня немного молодежь нашу посвятить вот именно секреты шифрования. И вот каждый из желающих, умеющих читать и знающих буквы, могут зашифровать любое сведение или прочитать шифрованную записку. Проверить свою меткость может каждый на площадке по стрельбе из лука, а поможет в этом опытный тренер. Тренироваться, тренироваться. Какие наставления даете молодым? Учиться стрелять. Свою меткость в стрельбе из лука проверяли уже опытные стрелки. Новички же просто учились правильно стрелять и старались хотя бы попасть в мишень. Песни, танцы и хорошее настроение были на самой массовой площадке сквера – концертной. Кто-то пританцовывал, кто-то подпевал всем знакомые песни, а кто-то просто наслаждался выступлением артистов. В 41-м войнами стали полстраны сынов и дочерей. В богучанах тоже отправляли превосходных на войну парней. Для ветеранов и дружеников тыла, которые присутствовали на торжественном митинге, был организован праздничный обед в районном Доме культуры. Эти люди целый год ждали, чтобы вновь встретиться вместе. Многих уже нет. С каждым годом ряды ветеранов редеют. Но они все равно собираются вместе. Ради дружеских разговоров, воспоминаний и фронтовых песен. Ради дружеских разговоров, Я желаю жить мирно, другими нациями гружу жить, как родные братья. Я личник, который сказал, скажу, что я всех наций уважаю, всех, как родные братья. В войну были показываны, что они как были родные братья. И всегда они бросали нас всех. Я желаю, чтобы любить это, ребят, служить добро, добросовестно, любить свою родину. Праздник со слезами на глазах. Тяжелые воспоминания Великой Отечественной войне хранят в своей душе ветераны. Порой они не любят вспоминать те события, а иногда наоборот откровенничают и рассказывают о том, как воевали. Мы то поколение, которое слышит истории вживую от участников войны. У нас есть возможность пожать руку ветерану и поблагодарить его за победу. Об этих людях мы будем рассказывать своим детям и внукам. И всегда будем помнить наших героев и Великую Победу. Людмила Кочнева, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр Богучаны». Мы помним, мы гордимся. Большой праздничный концерт о героях былых времен прошел 8 мая в районном Доме культуры. Песни военных лет окунули богучанцев в атмосферу того времени. О том, каким был этот концерт, расскажем в следующем сюжете. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Праздничный концерт, посвященный Великой Победе, традиционно прошел 8 мая в районном Доме культуры. На сцене звучали песни военного времени. И благодаря им каждый в зале мог почувствовать и пропустить через себя все эмоции и переживания русского народа во время войны. Ох, война, 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 да что жена делала она, взяла милого на фронт, а я осталась одна. Девушки, молите Бога, чтобы закончилась война, а не кончится война, не выйдет замуж ни одна. О медицинских сестрах на войне слагали легенды. Благодаря этим хрупким женщинам выживали тысячи бойцов. Чтобы как-то отблагодарить милосердных сестер, военные посвящали им песни. Всем близка и всем родная, милосердная сестра. На праздничном концерте присутствовал ветеран Великой Отечественной войны наш земляк Абаев Виталий Александрович. Он принимал участие в битве на Курской дуге, в освобождении Польши и Карпат. Лично сбил семь немецких самолетов. Он награжден металью за отвагу и орденом славы третьей степени. Аплодисменты в его честь не смолкали в зрительном зале. Богучанцы почтили светлую память тех, кто отдал свою жизнь за защиту Родины в борьбе против фашизма минутой молчания. Пока мы помним о героях Великой Отечественной войны, они живут. На фотографиях, в историях, в нашей памяти и в наших сердцах. Всем миром, всем народом, всей землей, поклонимся за тот великий бой. Я хотела бы поблагодарить за мужество, за отвагу, за домик на небо, на наших лагонях, которые мы сейчас имеем. Большое спасибо, низкие дни. Наших ветеранов можно поблагодарить, что защищали нашу Родину. Больше от чего. Они груди защищали. Я хочу поблагодарить ветеранов вообще за жизнь, за то, что мы можем растить внуков, детей спокойно, за мир на нашей планете и за то, что наша страна существует. Как они победили в той войне? Это вообще ужас при такой технике, которая была на тот данный момент. Это вообще действительно мужество, стойкость, храбрость нашего народа. Спасибо за эту великую победу. Мы помним, мы гордимся. Людмила Кочнева, Сергей Бегишев, телекомпания «Спектр Богучаны». Мы продолжаем нашу рубрику «Старая пленка». Сегодня из сюжета вы узнаете о неизвестных героях войны из нашего района, а также о том, какую помощь оказали богучанцы для Красной Армии, которая сражалась с фашистскими захватчиками. Смотрите рубрику «Старая пленка». 3219 человек. Такую цифру диктует нам история об ушедших на фронт. Данные о погибших расходятся. Например, в Богучанском архиве числится 1238 погибших на войне, а в книге памяти указана другая цифра – 1348 солдат. Спустя 65 лет после войны тяжело восстановить подлинные данные. Однако кое-что интересное узнать удалось. Большое количество информации о военном времени сотрудники библиотеки, которые собирают материалы о войне, почерпнули в архиве районной газеты, которая изначально называлась «Ангарский колхозник». Огромная забота жителей о нуждах фронта и была первостепенной задачей всех и каждого в военное время. Неописуемо такое чувство. Смотришь, там статьи есть, что бабушки-старушки вышли в поле. Прямо вот так вот. Бабушки-старушки там, старушки такой-то деревни. Багучанские колхозники и рабочие помогали фронту изо всех сил. Любая поддержка из тыла была просто необходима тем, кто сражался за победу. Статьи газеты «Ангарский колхозник» в годы войны много рассказывали о богучанцах, вносивших свои сбережения на танковую колонну и добровольно отдавших свои трехдневные заработки на помощь фронту. Еще богучанцы помогали фронту тем, что отдавали мясо, хлеб и масло, даже теплые вещи и носовые платки фронтовикам. Сегодня мало кто знает о том, что из нашего района в фонд фронта стекали средства на строительство танковой колонны, и сумма, которую собрали буквально по крохам, превзошла все ожидания. Иосиф Сталин прислал телеграмму секретарю Красноярского крайкома товарищу Голубеву, в которой благодарил жителей нашего края за оказанную поддержку фронту. Эту телеграмму дословно напечатали в газете. Передайте колхозникам, колхозницам и трудящимся Красноярского края, собравшим 70 миллионов рублей на строительство танковых колонн «Красноярский колхозник» и «Красноярский рабочий», а также колхозницам и колхозницам, сдавшим 190 тысяч пудов хлеба в фонд Красной Армии «Мой братский привет» и «Благодарность Красной Армии». Эти слова богучанцы по праву приняли и на свой счет. В нашем районе не было боевых действий, но подвиги богучанских героев история хранит и сегодня. Мало что было известно до недавнего времени о судьбе Екатерины Безруких, богучанской девушки, ушедшей на фронт из нашего села. 21-летней девушкой она вынесла с поля боя 300 солдат и оказала им необходимую медицинскую помощь. Была тяжело ранена, погибла при боевых сражениях в 1943 году. Ее пожилой матери пришло извещение о том, что Катя пропала без вести. До недавнего времени о судьбе Кате не было известно ничего, кроме того, что Екатерина Безруких была награждена медалью за отвагу и представлялась к званию Героя Советского Союза. Когда вышла книга к 65-летнему юбилею Великой Победы Красноярск-Берлин 1941-1945 годы, там значится, что Екатерина Безруких занесена в списки погибших воинов по братской могиле хутора Шевченко Киевской области. А в богучанах, на месте дома, где жила Катя со своей мамой, теперь стоит одинокий тополь. Имя богучанской санитарки Екатерины Безруких не числится и на этих мемориальных досках. Память о ней хранит теперь только музей и центральная районная библиотека. Елена Грыжан, Александр Мажеванов, Александр Карабанов, 10 канал. Перед праздничным днем в богучанах на стадионе Ангара прошел турнир по стрельбе из лука под названием «Стрелы Победы». В турнире приняли участие несколько клубов из нашего района. Были также и приезжие участники из Красноярска. Подробности в сюжете. Диана Ломова из поселка Таежный увлеклась стрельбой из лука недавно. И турнир «Стрелы Победы» для нее стал первым серьезным соревнованием. Причем погодные условия подкачали. Ветер очень сильный, сдувает. Ну, ветер, понятно, ветер сдувает, но ты все равно как-то поправку на ветер-то делаешь? Ну, да. Надо подождать, пока ветер стихнет. И потом, ну, стрелять, делать выстрел. Результатом сегодняшним твоим довольны? Ну, да. В этом турнире участвует много юных спортсменов, для которых стрельба из лука из простого развлечения стала любимым видом спорта. Понравилось, потому что силу так можно нарабатывать, стойку, зрение. Ну, и вообще, каких успехов ты уже достиг в стрельбе из лука? Ну, второй взрослый разряд заработал. А погода и правда подвела. Пришлось проводить турнир под порывами сильного ветра. Говорят, даже на войне использовали лук для секретных операций. Все потому, что стреляет лук бесшумно. Поэтому совсем не зря турнир носит название «Стрелы Победы». Мы проводим в четвертый раз турнир, посвященный 9 мая нашей великой победе. Конечно, погода не балует, но на фронте не выбирали погоду. Поэтому мы проводим его, невзирая на погодные условия. У нас принимают участие клуб «Букачан», родоначальник стрельбы из лука в Бугучанском районе. Клуб «Берсерд» из Гремучего. Клуб «Таёжный» из Таёжного. Не приехали, к сожалению, у нас беляки наши, северные ребята. Скорее всего, или проблемы с транспортом. Там свои проблемы. Приехали красноярцы, два клуба, «Солнечный» и «Магистраль». Становится заметно, насколько набрала обороты стрельба из лука в нашем районе. Из трех призовых мест по стрельбе из блочного лука среди мужчин, два места серебро и бронза достались «Бугучанским» лучникам. В классическом луке первым стал лучник из Гремучего. Среди девушек Ольга Филина стала первой. Причем ее результат превзошел результат мастеров спорта из красноярского взрослой категории. «Бугучанские» и «Стрелы» в этом турнире стали по-настоящему «Стрелами Победы». Александр Мажванов, Максим Мартыненко, телекомпания «Спектр», «Бугучаны». С 6 мая открылось паромное сообщение «Бугучаны Гремучей». Паромная переправа пользуется большим спросом у жителей правобережья. Благодаря парому можно избежать дорожного крюка в 40 с лишним километров по дороге через мост. Паромное сообщение начинает работу с момента, когда с берега уходит лед и продолжает действовать до поздней осени. Паром перевозит практически все виды автомобильной техники, а также есть каюта для пассажиров. Стоимость переправы с прошлого года не изменилась и зависит от массы автомобиля. Для легковой машины цена билета от 100 рублей. Стоимость проезда простым пассажиром – 25 рублей. Штормовое предупреждение сохраняется на всей территории Красноярского края и в Бугучанском районе в том числе. Сегодняшний и завтрашний день прогнозируются пасмурными с осадками в виде дождя, мокрого снега и града. Но самую большую опасность представляет сильный ветер, порывы которого могут достигать 20 метров в секунду. При таком ветре высокая вероятность падения деревьев сломанных веток, поэтому надо быть внимательным и осторожным. Сразу после выпуска смотрите интервью с Татьяной Лавриненко, ведущим специалистом сельского хозяйства администрации Бугучанского района. На этом все наши новости. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Здравствуйте. Сегодня мы обсудим программу развития сельского хозяйства. В частности поговорим о грантовой поддержке фермера. И у нас сегодня в гостях Татьяна Лавриненко, ведущий специалист сельского хозяйства, отдела экономики и планилий администрации Бугучанского района. Татьяна, ответьте, пожалуйста, вопрос, что такое грантовая поддержка и как давно она существует в нашем районе? Грант – это материальная помощь, которую не нужно возвращать, но получившую ее, должен отчитаться за потраченные денежные средства. Гранты предоставляются на конкурсной ослове согласно критериям отбора, установленным правительством Красноярского края. Грантовая поддержка действует согласно принятому закону о государственной поддержке субъектов агропромышленного комплекса края. В Бугучанском районе принята муниципальная программа развития сельского хозяйства в Бугучанском районе, направленная на поддержку и развитие личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств, а также на приобретение и строительство жилья молодым специалистам в сельской местности. Какие существуют виды поддержки для населения Бугучанского района, желающих заниматься сельским хозяйством? На сегодняшний день существует два направления грантовой поддержки. Это поддержка начинающим фермерам, и второе направление – это развитие семейных животноотческих ферм. Для начинающих фермеров сумма грантовой поддержки составляет 3 миллиона рублей, 10% из которых должны составлять собственные средства, а это 300 тысяч рублей. Для получения гранта на развитие семейных животноотческих ферм получатель должен вложить 40% собственных средств. При этом максимальная сумма гранта на этот вид фермерса составляет до 30 миллионов рублей, следовательно, собственных средств должно быть порядка 12 миллионов рублей. На что могут пойти средства гранта? Средства гранта могут быть использованы на приобретение земли, разработку проектно-сметной документации, подключение к инженерным сетям, строительство сельскохозяйственных объектов, а также на приобретение животных, коров, птиц, свиней и других животных. Для начинающих фермеров средства грантовой поддержки должны быть использованы за 18 месяцев с момента поступления денежных средств на расчетный счет фермера и за 24 месяца для семейных животноводческих ферм. Кто может получить грантовую поддержку? Содействие оказывают гражданам, являющимися главами крестьянско-фермерского хозяйства, живущими в сельской местности, деятельность которых не превышает 2 года с момента регистрации для начинающих фермеров и превышает 2 года для семейных животноводческих ферм. Какие документы необходимы для получения грантовой поддержки? Для участия в конкурсном отборе фермер должен предоставить в Министерство сельского хозяйства следующие документы. Это заявление на участие в конкурсном отборе, копию свидетельства о госрегистрации как главы крестьянско-фермерского хозяйства, копию выписки из единого государственного реестра, бизнес-план, план расходов, а также письменное обязательство о создании не менее одного рабочего места на каждые 500 тысяч рублей гранта и до трех рабочих мест для развития семейных животноводческих ферм. И письменное обязательство об осуществлении своей деятельности в течение пяти лет с момента получения гранта. Еще один документ, который должен предоставить фермер, это копию договора о реализации сельскохозяйственной продукции на сумму более 30 тысяч рублей. А скажите, а можно ли где-то получить консультацию у специалиста и помощь при получении этого гранта? Интересующую информацию можно найти на сайте Министерства сельского хозяйства в закладке «Господдержка. Гранты», а также по телефону 22 007 Администрации Богучанского района или обратиться в кабинет 36. Спасибо вам, Татьяна. Всего доброго. Вам тоже спасибо. До свидания. Администрация Богучанского района Каждую минуту в стране приумножается количество несчастных случаев. Сделай свой выбор. Позаботься о своей безопасности. Раздражает долгое ожидание в очередях? Получите государственную услугу, не выходя из дома. Типа, менять водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль. Это можно сделать в режиме онлайн, прямо сейчас. Достаточно зарегистрироваться на сайте госуслуги.ру с любого устройства, подключенного к сети интернет, и вы получите нужную вам услугу намного быстрее, чем раньше. Скачайте приложение госуслуги в App Store и Google Play и отправьте заявку на получение госуслуги, где бы вы ни находились. Цените свое время вместе с порталом госуслуги.ру Если в школе ваш ребенок плохо выполнил задание, не спешите ставить в угол. Чадо в целях воспитания. В стену глядя, он навряд ли там отыщит вдохновение. Но легко сформироваться может странный угол зрения. И тогда не удивляйтесь, если став мрачнее тучи, ваш ребенок будет грубым, вскрытным, нервным и колючим. Лучше мы здесь позитивней. Не забыть про наказание. Есть гораздо эффективнее варианты воспитания. Посмотрите на воспитание под другим углом. Они вырастают и становятся похожими на нас. Воспитывая детей, начинайте с себя. Я тоже раньше за руль пьяный садился. И еще. Отставить разговоры. Вперед шагом марш. Вперед шагом марш. Вперед шагом марш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова